Так, сейчас мы его бросим. Это очень важно, бросить бисквит с высоты. Раз, два, три. Ты сломал его. Я обожаю смотреть, как он ломается. Бам! На мой взгляд, готовить хорошую еду не менее весело, чем её есть. Ещё, 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 ещё. Чтобы это доказать, я выбрал самые любимые блюда. Ты только посмотри. Чтобы сделать их ещё вкуснее. Жду с нетерпением. Я тоже. Эти рецепты сделают вас счастливыми. Вот о чём я говорю. От знакомой всем классики... О, да. ...до особых праздничных блюд. Это потрясающе. Молоко. Давай, дружище, совсем чуть-чуть. Всё. Потому что иногда мы все заслуживаем лакомства. Ура! Добро пожаловать в прекрасный мир домашней пищи. Папа, добавишь его в список особых блюд? Да, прямо сейчас. Правда? Домашние блюда с Джейми Оливером. В этом выпуске я приготовлю четыре излюбленных блюда. Юный Бадди, не передашь мне куркуму? Бадди поможет мне приготовить необычный рыбный пирог, полный традиционных индийских специй. В следующий раз, когда будете готовить рыбный пирог, вспомните об этом рецепте. Мы с моим приятелем Питом обменяемся любимыми рецептами сэндвича с беконом. Мне нравится, что сохраняется вкус бекона. Жир остается внутри, это потрясающе. Мне нравится сочетание текстур. Хрустящее, мягкое, опять хрустящее, тройное удовольствие. Это действительно отличный сэндвич. И еще я сделаю Ньюди. Итальянское лакомство из шариков рикотты в скорлупе из пасты. Видите, из симолины получилась хрупкая оболочка без каких-либо усилий. И, конечно же, торт Калибри с бананами, ананасами и пеканами. Никто не может устоять против этого торта с чашечкой чая. Ну правда, это лучшее лакомство в мире. Я начну с одного из любимых всеми семейных блюд. С рыбного пирога. Но мой пирог будет экзотическим. Итак, рыбный пирог. Я не мог не включить его в передачу о домашней еде. Я готовлю отличные рыбные пироги. Но этот прекраснее всех остальных. Вопрос в том, как можно приготовить практически идеальный пирог. И вот вам ответ. Отправляйтесь в Болливуд. В основе этого пирога не будет типичной рыбы в белом соусе. Вместо нее мы сделаем пряное рыбное карри с кокосовым молоком и шпинатом. Рыбный пирог с карри. Этот пирог создан под впечатлением от тропической Индии. Он требует меньше времени, чем простой рыбный пирог. Специи в нем очень нежные и прекрасно дополняют вкус свежей рыбы. Для начала я приготовлю зажарку из листьев карри, семян горчицы, перцев чили и чеснока. С этого сочетания я начну свой карри, а также смогу посыпать им пирог, когда тот будет готов. Итак, листья карри. Для меня они стали открытием. Их можно заказать в интернете. У них удивительный вкус. Я покупаю их пачками и замораживаю, а также сушу их. Их хорошо добавлять в блюда с картошкой и в карри. Пожалуйста, поищите их. Они вам очень помогут. Я беру два перца чили. Выберите те, что вам нравятся. Их надо мелко нарезать. У меня зеленый и красный. Зеленый острее, а красный слаще. Затем берем четыре зубчика чеснока, нарезаем. Бабах! Привет! Хочешь посмотреть, как я готовлю? О, ты стал тяжелее. Так, будем готовить рыбный пирог. Суть традиционного британского пирога в слоях соуса, рыбы и картошки. Не волнуйтесь, мы так и сделаем. Только добавим специи, и получится здорово. Этот пирог покорит вас. Ну что, готов? Теперь... У тебя вино в бутылке? Нет, нет, это арахисовое или подсолнечное масло. Нет, это вино. Налейте 4-5 столовых ложек в сковороду. Добавьте две пригоршные листья в карри и полторы чайной ложки семян горчицы. Они начнут лопаться, а листья карри поджарятся. Я добавлю чеснок. Вот так. И теперь чили. Затем жарим нашу смесь 5 минут. Подобной зажаркой завершают уже готовые блюда. Представьте себе блюда из дхала или бобов или же карри. Эти хрустящие кусочки и ароматное масло в самом конце придадут блюду жизнь. Смотри, какие цвета, Бадди. Чувствуешь аромат? Да. Понюхай. Я не буду это есть. Почему? Там чили. Да, мы не любим чили. Так что я не буду это есть. Да уж, прости. Я как раз случайно дал ему чили и... Тебе не понравилось, правда? Он обжег язык. Плохой папа. Я оставлю половину зажарки, чтобы посыпать ей готовый пирог. Ко второй половине я добавлю нарезанный лук. Юный Бадди, не передашь ли мне куркуму? Я положу полторы чайной ложки с горкой. Отличный цвет. Дай мне, пожалуйста, шамбалу. Шамбала удивительная. Ее тоже полторы чайной ложки. Она похожа на кускус, но обладает насыщенным вкусом. Отлично сочетается с жареной картошкой. Теперь перемешаем и оставляем на минуту. Затем приправляем, добавляем нарезанный имбирь величиной с палец и готовим, пока не смягчится. Можешь налить тот ингредиент? Вот. Ли до конца. Это целая банка чего? Кокосового молока. Кокосового молока, да. Итак, мы залили молоко. Оно препятствует жарке. Теперь пора все это потомить. Но сначала я добавлю шпинат. Целую пачку. С виду очень много, но его станет гораздо меньше. Вмешайте шпинат. Вам понадобится 200 граммов. Добавьте цедру и сок половины лимона. Теперь оставьте карри томиться, чтобы оно уплотнилось. Столько прекрасных, бесподобных ингредиентов. Ты поешь песню? Да. А я тут готовлю. Все в порядке? Налейте карри в красивое глубокое блюдо для выпечки и дайте ему остыть. Теперь очистите четыре помидора от мякоти и нарежьте. Важно приправить их прямо сейчас. Это действительно влияет на результат. И теперь я насыплю помидоры в карри. Так они прекрасно запекутся. Теперь переходим к рыбе. Вы можете взять абсолютно любую рыбу. Годится все, от морских гребешков до крабов и омаров. У меня стандартный набор. Немного лосося, малоголовая камбала, креветки, пикша. Можете использовать все, что найдете. Я беру пикшу и нарезаю ее большими кусками. Их я кладу первыми и просто с любовью вдавливаю в соус. Теперь берем лосося, разрезаем на шесть кусков. Это на шесть порций, всем должно хватить. У меня три куска камбалы. Они как двойные филе. Сейчас я положу камбалу перед собой. Кстати, это делают в рыбном отделе. Я просто проведу ножом вдоль середины каждого куска. Так мы придадим блюду текстуру. Я скручиваю рыбу, и она придает блюду необычный вид. Похоже на маленькие розочки. И дело не только во внешности. Так рыба запечется по-другому. Шесть больших креветок. Просто порежьте на кусочки и насыпьте в блюдо. Вот так. По мере запекания соус карри будет вариться и переливаться вокруг рыбы, из-за чего она останется влажной. Соус придаст вкус рыбе, а рыба соусу. Это прекрасный способ. Порежем на четыре части два яйца, сваренных вкрутую, положим в блюдо. А теперь верхний слой из пюре. Килограмма 200 граммов картофеля, сваренного в соленой воде. Я добавлю два кусочка масла. Желтая, как лютик. Картофель должен стать блестящим. Теперь добавим немного соли и молока. Давай, дружище, совсем чуть-чуть. Еще. Топ! Давите картофель до тех пор, пока не останется комков. Вот так должно выглядеть пюре. Оно гладкое, и его можно черпать ложкой. Можно навалить пюре сверху и размять вилкой. Но оно будет лучше выглядеть и вкуснее пропечется, если его выдавить. Сможешь выдавить вот сюда, чтобы ничего не испортить? Молодец, Бадди! Дай пять! Умница! Украсьте панцирем креветки, сбрызните оливковым маслом и запекайте в духовке 40 минут при 180 градусах до золотистого цвета и кипения. Давайте сделаем это! Мы отлично поработали! Сейчас возьму и брошу тебя в пруд. Не надо! Я же пошутил! Да! Вот он! Вот наш рыбный пирог. Так он выглядит. Видите, рыба сварилась в соусе, и пюре хорошо запеклось. Оно стало хрустящим. У меня тут горох в воде. Просто подавайте пирог, как обычно. Не забывайте о нашей зажарке. Посыпьте ее сверху. Она яркая и хрустящая, и вкусно пахнет. Готово! Рыбный пирог, но не такой, как раньше. Очень интересный вариант. Потрясающие перемены. Это так здорово! Сейчас мы его попробуем. Доставайте большими кусками. Посмотрите. Положите кусочки рыбы и подлейте соус. Это потрясающий пирог. Давайте попробуем. Для начала я возьму кусочек креветки. Очень вкусно! Напоминает о временах, когда я работал в индийском ресторане. Это вкус креветок со всеми этими специями. Восхитительно! Мне нравится, что специи нежные, и они не перебивают рыбу. А сама рыба, в традиционном рецепте ее сначала надо сварить, то есть ее и варят, и запекают. Но мы берем свежую рыбу, поэтому она остается хрупкой. Пюре получается мягким и влажным снизу, и хрустящим сверху. Итак, когда будете в следующий раз готовить рыбный пирог, попробуйте что-нибудь новое. Какой прекрасный пирог. Кто-то предпочитает баловать себя сногсшибательными блюдами, которые готовят по особому случаю. Но иногда можно просто передохнуть и порадовать себя простым блюдом. Сейчас я вам покажу простое и вкусное лакомство. Это сэндвич с беконом. Конечно, вы умеете его готовить, но все дело в мелочах. Пит, мой товарищ и превосходный повар, считает свой рецепт лучшим, но я с ним не согласен. Поэтому мы покажем вам оба варианта, поскольку мало что в жизни сравнится с хорошим сэндвичем с беконом. Сэндвич с беконом Сэндвич с беконом для меня синоним воскресенья. Я готовлю детям завтрак, а потом убегаю, потому что они начинают играть. Завариваю чай, беру сэндвич с беконом и спокойно читаю газету. Я люблю это время. Очень. А для меня это суббота. Суббота после обеда, когда хочется перекусить. Никого больше нет дома, я иду на кухню и делаю сэндвич с беконом. Ты вырвал его из контекста завтрака и превратил в... Ты ошибаешься, я все еще считаю... Ты сделал из него аперитив. Нет, 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 его можно есть и на завтрак, но мне нравится после обеда. Так, небольшой вкусный сэндвич. Пит любит точность во всем, включая сэндвичи с беконом. Он тщательно все рассчитывает ровно на 16 подходов и жарит сэндвич в жире от самого бекона. А мой рецепт немного проще. Мы оба начинаем с белого хлеба. Боюсь, мне нужны квадратные куски. Тут у нас есть разногласия. А мне больше нравится простой батон. Вот они различия. Разумеется, я люблю полосатый бекон. А я как раз люблю спинной бекон. Зачем тебе все эти прослойки жира? Такой бекон более хрустящий и жир очень важен для сэндвича. Если правильно его приготовить, он становится тонким и хрустящим. А твой бекон мне не годится. Он никогда не прожаривается. Мне достаточно положить поджаренный кусочек спинного бекона между двумя кусками белой булки. Но восхищаюсь с битом. Он всерьез занялся научными поисками идеального сэндвича с беконом. Начнем готовить? Давай. Сначала я кладу бекон на холодную сковородку. Совсем без масла? Совсем без масла, потому что я хочу вытопить из бекона немного жира, чтобы он на этом жире поджарился. У жира есть еще одно применение, потом покажу. огонь совсем маленький, бекон не должен подгореть, пока вытекает жир. Великолепно. Я в свою очередь наливаю немного масла на противень, чтобы бекон не прилипал, и втираю масло в бекон, потому что он сам недостаточно жирный. Я не буду класть бекон на сковороду и жарить его. Я считаю, что лучше всего его приготовить на гриле. Он подогревается с одной стороны, и по мере прогревания кусочки сворачиваются как лепестки, и в них остается свиной жир, вроде сока. Поэтому я сейчас поставлю этот противень прямо в духовку. Залог успеха моего сэндвича в свернутом беконе. Но Питу не нравятся неровные кусочки мяса. Вся проблема в том, что кусочки, которые становятся неровными, потом не прожариваются до конца. Поэтому я их придавливаю. Например, маленькой кастрюлькой. Я оставляю ее сверху, и она придавливает мясо. Так оно не выгибается. Этот способ приготовления мне когда-то показал отец. Мне было 8-9 лет. Мама уехала на выходные, и отец готовил. Он показал мне, как жарить бекон, как вытопить жир, а потом он сделал сэндвич и положил его обратно в сковороду. Я никогда такого не видел. Вышло потрясающе. Он дал мне тарелку с сэндвичем и сказал, только не рассказывай маме. Ну что, Пит, у меня готово. Я счастлив. Как видите, жир булькает, бекон поджарился со всех сторон, даже не пришлось переворачивать. Жир вытек. Да, мой бекон совсем плоский и весь хрустящий. Значит, у нас есть хрустящий бекон. Что дальше? Полпути пройдено. Теперь я собираю сэндвич для последнего этапа. О! Я мажу немного масла на хлеб, а вот чего я не делаю. И тут со мной не все согласны. Я не кладу соус. Он подается отдельно. Внутри остается только масло. Ну да, никакого соуса внутри. Нет, у меня нет. Я согласен. Ты тоже его не любишь? Нет. Бекон достаточно прожарился. Мне не нравится жарить его до той степени, когда он начинает ломаться. Такой бекон не подходит для сэндвича. Мой хрустящий, мой хрустящий, но еще гнется. Да, немного провисает. Затем кладем его продольно. Идеальный слой бекона. Теперь возвращаемся к замечательному жиру в сковородке. Он очень вкусный. Я кладу сэндвич в сковородку. Он соберет весь этот липкий жир. Иногда я даже придавливаю сэндвич, чтобы он тоже равномерно поджарился. Столько заботы. Сэндвич пита жарится на маленьком или среднем огне пару минут с каждой стороны до золотистого цвета. О, весьма неплохо. Похоже, его пора переворачивать. Точно. Видите, ни пятнышка. Мне нравится, что так можно заодно почистить сковородку. На ней ничего не осталось. Там нечего мыть. Когда вы пойдете с ним в сад, никто не узнает, что вы его готовили. Просто выбросите пару крошек. Значит, скрываешь улики. Да, именно так. Так, теперь я расскажу про свой сэндвич. Я не промазываю хлеб. Сейчас я переложу бекон на одну сторону. Вот так. Я кладу хлеб внутренней стороной на противень, стираем все кусочки и придавливаю середину, чтобы впитался жир. Надо собрать все. Затем я беру бекон, складываю его на хлеб, с любовью придавливаю его сверху. Вот так. И мой сэндвич готов. А куда твой делся? Он почти готов. Сейчас проверю. О, да. Теперь пора их резать. Для меня это важно. Если помните, кусочки бекона тянутся сверху вниз. Поэтому я буду резать справа налево, чтобы получились четыре кусочка. Солдатики для взрослых? Да, солдатики для взрослых из бекона. Один, два, три, четыре. Итак, четыре солдатика, каждый с четырьмя кусочками бекона. А это четыре подхода. Четырежды четыре. Шестнадцать. Правильно, получается сэндвич на шестнадцать подходов. Если взять три кусочка и порезать по-другому, получится девять. Вы думали, что знаете все о сэндвичах с беконом, вы ошибались. Тебе не кажется, что мы зануды? Мы полные зануды, поэтому я тебя обожаю. Любой хотел бы укусить сэндвич шестнадцать раз. Сейчас я покажу, как сложно я режу свой. Берем нож, режем от одного конца к другому. И все. Два совершенно разных сэндвича, но оба приготовлены с любовью. Осталось только добавить соус. Я люблю коричневый соус, а Питту нравится смесь из кетчупа, горчицы и соуса чили. Я уравновешиваю аккуратный сэндвич каплей хаоса на тарелке. Я немного перемешиваю соус, потом я макаю свой аккуратный сэндвич в эту смесь и каждый раз получается другое сочетание с кетчупа, горчицы и соуса чили. Мне нравится твой подход. Может обменяемся сэндвичами и попробуем их? Да. Можно? Конечно. Я просто окунаю его и жую. Да. Мне нравится. Хорошо, что весь вкус сохраняется. У меня снаружи есть привкус жира, а в твоем весь жир внутри, и это замечательно. мне нравится разница в текстуре. Хрустящее, затем мягкое, затем хрустящее. Тройное удовольствие. Это превосходный сэндвич. Восхитительно. Пит, мы же не сказали, что бекон не становится беконом, если его не прокоптить. Я так не считаю. Вовсе нет. Только копченый бекон. Спасибо, Пит, очень вкусно. На здоровье, было весело. Завтра в то же время? Да. Мы все любим себя побаловать, поэтому в этой передаче я выбираю излюбленные блюда, иногда из разных культур, и готовлю их как можно вкуснее. Сейчас я покажу вам жемчужину итальянской кухни. Я покажу вам, как приготовить потрясающее блюдо. Оно вас порадует, оно красивое и невероятное на вкус. Думаю, это блюдо станет классикой домашней кухни. Оно называется ньюди, что означает голый и представляет собой начинку равиоли, но без пасты. Вы увидите, это потрясающая вещь. Ньюди похожи на ньоке, но более легкой текстуры. Их подают с блестящим соусом из масла и шалфея, а приготовить эти шарики из воздушной рикотты в оболочке, похожей на пасту, очень просто. Ньюди с маслом и шалфеем. Герой этого блюда – рикотта. Это самый простой и скромный среди всех сыров. Слово «рикотта» означает «приготовленный заново». Обычный сыр делают из молока, отделяют творожную массу и остается водянистая сыворотка. Ее снова варят и отделяют осадок и получается рикотта. Это второй сыр, поэтому он рассыпчатый, свежий и не такой жирный и подходит для разных блюд. Качество рикотты напрямую влияет на ньюди, поэтому важно найти самую лучшую рикотту. Я вам точно говорю, в каждом городе Великобритании есть итальянский магазин. Сходите туда и купите свежую рассыпчатую рикотту. Она недорогая. У меня здесь килограмм. Я добавлю к рикотте 100 граммов пармезана. Пармезан сделает вкус более насыщенным, поэтому добавьте его. Затем я насыплю немного лимонной цедры, совсем чуть-чуть. Натрите половину лимона, не больше. Теперь добавим щепотку соли и перца, затем натрем мускатный орех, примерно треть. Мускатный орех с сыром или рикоттой, отличное сочетание. Так, его мы добавили, теперь я все смешаю. И все. Это очень просто. Можно попробовать, что получилось. я подсыплю немного пармезана. Лимона достаточно, надо еще соли, но я очень доволен. Мы смешали ингредиенты, пора делать ньюди. Просто берем немного рикотты и делаем шарик. Легко сжимаем его руками. Шарики можно делать меньше, но я их не сжимаю, чтобы придать им легкость. Шарики не совсем одинаковые формы, они разного размера, и это замечательно. Я избегаю перфекционизма, чтобы они не были похожи на покупные. Итальянцы называют такую еду фата инкаса, то есть домашняя. Я покажу вам самый простой способ сервировки, но вы можете сделать и томатный соус, соус с оливками или арабиату. Вариантов очень много. На основе одного рецепта можно создать много других, прямо как с пастой или ризотто. Интересно, я как повар все время думаю, что ничего не выйдет, что эти шарики развалятся или растворятся, как только попадут в воду. Но следующая часть будет необычной. Сейчас вы увидите один трюк. Мы сделаем защитный слой, который не даст шарикам развалиться. легче не придумаешь. Надо просто щедро посыпать шарики рикотты мелкой семолиной, а остальное за вас сделает время. На самом деле рикотта довольно мокрая, и семолина, подобно соли, вытягивает влагу. Внутри шарики становятся более рассыпчатыми и хрупкими. Но в то же время у нас получается чудесная оболочка, корочка из семолины. чтобы семолина пропиталась, ньюди нужно поставить в холодильник на 8 часов или на ночь. Вот партия, сделанная раньше. Они постояли в холодильнике, и теперь их можно потрясти, покатать их, чтобы сделать их более круглыми. Они уже не хрупкие, их можно даже кидать. Они не ломаются, но на вкус они будут нежными и прекрасными. Очень. За те три минуты, что ньюди будут вариться в кипящей соленой воде, я сделаю соус из масла и шалфея. Это как соус бьянко, только с маслом. Я использую шалфей, но можно использовать другие похожие травы, розмарин, майоран или орегано. Но шалфей лучше всего, любого размера. У меня фиолетовые и зеленые листья. Забавно, что просто так шалфей довольно неприятный на вкус. Он горький, сухой и противный, но как только он соприкасается с жиром, он становится прекрасной приправой. Итак, я включаю огонь, ставлю сковороду, наливаю пару столовых ложек оливкового масла и кладу пару кусков сливочного масла. Как только оно вспенится, можно добавлять шалфей. Просто положите листья на масло. Потрясающий запах. Когда ньюди всплывают на поверхность, они готовы. Заметьте, я вылавливаю их и одновременно наливаю воду в сковороду. Перемешайте ньюди в масле и шалфей, полностью покрывая их. Затем добавьте пармезан, чтобы усилить вкус. Теперь мы видим, что вода, масло и пармезан смешались в простой вкусный соус. Я подолью немного лимонного сока. Раз, два, три, всего десять капель. Больше не надо. Божественно. Посмотрите, как блестят. Надо попробовать масло. Потрясающе. Теперь берем тарелки. Перекладываем ньюди по одной штучке. Они идеальны. Теперь немного соуса. Вы только посмотрите. Я насыплю немного пармезана и еще чуть-чуть мускатного ореха. Ньюди можно украсить цветками шалфея. и это все. Ньюди с маслом из шалфея. Цветы шалфея и прекрасный соус. Пора попробовать. Очень вкусно. Внутри они воздушные, а снаружи твердые, масляные и ароматные. Если разрезать этот ньюди, вы увидите, что из симолины получилась превосходная тонкая оболочка без каких-либо усилий. Прекрасно. Месяц назад я угостил этим блюдом отца, и он очень удивился, что такое простое блюдо может иметь насыщенный вкус. Он замок на целых пять минут. Съел штук двенадцать. Так случается, когда люди едят ньюди. Они удивляются. Бесподобно. голая еда. Чистый голый вкус. Попробуйте и вы. Мы все знаем, что время от времени хочется чего-то сладкого. Поэтому последним я покажу вам рецепт моего любимого торта. Я приготовлю легендарный торт Калибри. Если вы о нем еще не слышали, то слушайте меня внимательно. Это американский торт с мягким бисквитом, и его вкус зародился на Ямайке, поэтому в нем ананас, бананы и корица. В нем оливковое, а не сливочное масло, поэтому он мягкий и восхитительный. И мы сделаем начинку из американского сливочного сыра. Он достаточно простой даже для такого парня, как я, и это очень весело. Этот торт очень популярен в Америке, но в Европе его мало кто знает. Очень жаль, потому что это что-то особенное. торт калибри. Пора начинать. Я разбил первую бисквитную часть на две, на сухую и мокрую. Начнем с сухой. Это очень легко. 350 граммов самоподнимающейся муки, одна чайная ложка корицы без горки. Я стараюсь использовать коричневый, нерафинированный сахар, он придает цвет и вкус. Я беру 350 граммов. Торты это целая наука. Надо точно следовать рецепту. Их нельзя готовить интуитивно, как все остальное. Но чаще всего у меня есть 5 или 6 вариантов одного торта. Я изучаю торт, его компоненты, пытаюсь его приготовить, смотрю, нравится мне или нет, и чаще всего замечаю, что в американских тортах слишком много сахара, как мне кажется. Поэтому я урезал сахар, но торт меньше сахара, можно будет различать все остальные компоненты, и торт станет вкуснее. Щепотку соли и последний ингредиент 50 граммов пеканов. Я их просто покрашу. Сухая часть готова. Очень легко. Теперь перейдем к мокрой. Для начала разомните 4 банана. Чтобы было вкуснее, не берите спелые, красивые бананы. Возьмите лучше перезрелые и помятые. Чем темнее, тем лучше, а не на вкус как пудинг и риска или чернослив. И затем ананас. Можно взять свежий, очень спелый ананас, который уже стал слишком сладким. Но я на этот раз возьму консервированный. У него старомодный вкус. Я беру 425 граммов ананаса. Слейте сироп из банки и порежьте ананас на мелкие кусочки. Это напоминает мне мою чудесную бабушку. У нее всегда стояли банки с консервированными фруктами. Во время войны и до прошлого года, когда она умерла. Земля и пухом. Похоже на 80-е, но мне нравится сладкий, сильный вкус. Добавляем ананас к бананам. Отлично. Если говорить о жире, он очень важен в приготовлении бисквита и торта в целом. Американцы часто используют оливковое масло для легкого бисквита. Британцы так не делают, но это очень хороший способ сделать торт. Добавьте 250 миллилитров оливкового масла, чайную ложку ванильного экстракта и два больших яйца. Теперь смешайте сухие и мокрые ингредиенты и перемешайте, чтобы не было комков. Выглядит как надо. Теперь я покажу вам, как подготовить жиронепроницаемую бумагу, потому что люди иногда рисуют шаблоны и вырезают по ним. Возьмите лист бумаги, сложите пополам, сложите еще раз, пока не получите самолетик вроде «Конкорда». Теперь отметьте пальцем середину, где бумагу надо разрезать. Вот это идеальный размер. Польем сверху маслом. Выложите массу в две формы для выпекания диаметром 2 см. 23 см. Распределите поровну и запекайте в духовке 35-40 минут при 180 градусах. Когда бисквит поднимется и станет золотистым, дайте ему остынуть, а тем временем сделайте глазурь из сливочного сыра. Я беру 150 граммов масла, 200 граммов сливочного сыра. Хороший сливочный сыр имеет насыщенный вкус и немного кисловат, поэтому идеально нам подходит. И 400 граммов сахарной пудры. Как видите, сахара немало, но его могло бы быть больше. Включите на маленькую мощность. Простите. Итак, у нас получилась хорошая смесь. Теперь пора ее взбить. Она уже однородная и блестит. Очень вкусно. Прекрасный кисло-сладкий вкус. Затем я добавлю немного лайма. Натрите зеленую кожуру. В ней весь аромат, масло и вкус. Не трите белые части, потому что они горькие. Теперь я выдавлю из лайма сок. Вот так. Наша глазурь станет более свежей, с кислинкой. Помните, у нас достаточно сахара, поэтому все будет в порядке. Включаем миксер. Я тщательно слежу за качеством, потому что это очень важно. И получается вкусно. И напоследок я сделаю хрустящую добавку. Этот замечательный торт становится еще лучше с карамелизированным пеканом. Для начала раскладываем жиронепроницаемую бумагу, смазанную маслом. Затем насыпаем мелкий сахар в непригораемую сковороду на среднем огне. Добавляем ананасовый сок или воду. И не размешиваем. При приготовлении любой карамели важно положить в сковороду сахар и воду, и не трогать их. Пусть сковорода нагревается, а содержимое растворится. Будьте внимательны. Когда карамель становится жидкой и золотистой, добавьте 50 граммов орехов и щепотку соли, и размешайте. Осторожно, карамель горячая. Я приготовил пекан в карамели, потому что если его растолочь и посыпать сверху, то выглядит красиво, а на вкус получается потрясающий контраст. Мягкий бисквит и глазурь сочетаются с хрустящими орехами. Мы дошли до критической стадии. Карамель начинает дымиться и становится темной. Теперь я пойду к бумаге и вылью на нее карамель с орехами. Только не трогайте руками. Это раскаленная лава. Пока карамель остывает, мы соберем пирог. Сейчас я сложу бисквиты. Они должны быть достаточно холодными. Если они теплые, глазурь растечется, а нам этого не надо. Нам нужен красивый торт. Хоть я и парень, для меня важен внешний вид торта. И я хочу им гордиться, а заодно порадовать детей и жену. Можно взять такую небольшую тарелку для торта. Я беру бисквит в руку и переворачиваю его на тарелку вот так. Прямо в середину. Теперь надо быть осторожным. Я возьму стул. Затем я беру чуть меньше половины начинки и кладу на бисквит. Это не самый строгий торт. Он не должен быть идеальным. Стружка лайма просто волшебная. Теперь я немного повеселюсь. Буду размазывать глазурь. Я чувствую себя штукатуром. Я делаю волны. Они хорошо выглядят. Кажется, что торт взрывается. Вот так. Какой хороший день. Теперь берем орехи. Как видите, карамель уже твердая. Это потрясающе. Карамель делает, что хочет. Выглядит красиво, но нам придется это разломать. И вот что получилось. Крошка из пеканой карамели. Замечательно. Мы просто высыпаем все это сверху. Еще немного цедры лайма и съедобные цветы, и пирог готов. Это и есть торт Калибри. Он необычный. Его интересно готовить. Он очень вкусный. И потрясающе выглядит. Этот торт неизменно радует всех. Он очень красивый. А вкус его еще лучше. Это так вкусно. Кусочки ананаса, пекановая крошка. Классический домашний торт. Особенно с чашкой чая. Правда, ну что может быть лучше? По этой ссылке вы найдете различные идеи, советы и рецепты из моих передач. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова